Как бы банально это не звучало, но всё всегда начинается с любви, и особенно то, что я вам сейчас поведаю. Каждый знает, что готовить без любви нельзя, получается невкусно. Поэтому я люблю готовить, честно. Ещё бы чуть-чуть, и я стала отличным кулинаром и радовала бы всех своими вкусными сюдеврами. Но, когда меня зовёт настольный теннис, то любовь к нему оказывается немножечко сильней. И поэтому за теннис на столу я себя чувствую намного комфортнее, чем за кухоной. А вы любите вышивать крестиком? Вот, вы даже не представляете, какие чудесные картины могла бы я вышивать. Если бы меня так называла стрельба. Делать узоры на мишене оказалось для меня гораздо интереснее, как из винтовки, так и из пистолета. И, несмотря на то, что мои ручки потом испачкались и пахнут оружием маслом, мне всё равно тяжело поменять винтовку на пляже. Люблю попадать в десятки. Бывает, сидишь себе, вяжешь, хочешь порадовать родных какой-нибудь тёплой вещью. И на улице зима как раз. Думаю, симпатичный святой рок мог бы получиться. Вам бы он точно понравился. Но меня зовут Лыжи. И всегда так убедительно, побегав несколько километров на свежем воздухе, понимаешь, что вязание это хорошо. Без шарфик у меня то, что надо мешать. Интересно, а если среди вас тех, кому вязание звонит? Свежий воздух, зима... А общение с музой просто волшебно. Она такая интересная собеседница, что не всегда успеваю за ней записывать. Вот вереница слов почти, дружится в стихотворном танце. Но сердце замирает от мечты. Шагать над пропастью потёртых сланцев. Адреналин. Учащённое сердцебиение. Ощущение высоты. Эмоции, захватывающие дух. Но как же можно жить без всего этого? Так вот, всё всегда начинается с любви. К творчеству, спорту. К всему, к чему прикасается наша рука. И в наших же силах сделать так, чтобы всё и заканчивалось только с любовью. Любите то, чем вы занимаетесь. И мир станет лучше. Спасибо за внимание.